И пятка носик, пятка носик, голод. Правые, левые. В минувшее воскресенье в самом историческом центре Екатеринбурга у фонтана и церкви Святой Екатерины, а также у памятника основателям города, состоялся общегородской праздник белого цветка. В этом году традиции отмечать день благотворительности уже 113 лет. А заложила ее еще семья императора Николая II. Она выходила на улицы и собирала пожертвования для лечения больных туберкулезом. Взамен каждый жертвователь получал белый цветок, символ милосердия. Когда в 1911 году этот праздник отмечался в Екатеринбурге, газеты писали, что к вечеру на улицах нельзя было встретить ни одного горожанина, который не был бы украшен этим символом милосердия. И в этот раз за пожертвование можно было получить белый цветок, а можно было смастерить его тут же своими руками под руководством мастера. Весь день работала ярмарка, сестры милосердия собирали пожертвования на поддержку своих подопечных, среди которых в том числе и участники специальной военной операции, мастер-классы, богатая концертная программа и бесплатное мороженое от фонда Святой Екатерины и Екатеринбургской епархии. Все это тоже было частью Дня Белого Цветка. Я особенно отметил, что семьи, в которых двое детей, смотрели с такой некой радостью и завистью, наверное, на семьи, у которых трое детей, а тройняшки смотрели на четырех, пяти, шести детных семей, на большие семьи. Мы сегодня увидели красоту большой семьи. Как-то, знаете, в прошлые годы говорили о том, что надо жить красиво, жить для себя, заниматься бизнесом, карьерой. А мы сегодня увидели самую правильную красоту, красоту большой, дружной, многодетной семьи. Я считаю, что действительно это реально способствует распространению всего того, что мы называем добром, любовью, светом. Пусть всего этого будет больше в нашей жизни. Как раз этот праздник тому способствует.